Шквалистый ветер, который обрушился сегодня на столицу, успел изрядно набедокурить. На Негруце порывами вырвало металлический забор, установленный по периметру стройплощадки. Тяжелые листы упали на несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Делом занимается полиция. Между тем, жильцы близлежащих домов потребовали срочно принять меры, поскольку проходить в той зоне, по их словам, крайне опасно. Забор оторвало. Будьте аккуратными, когда ставите машины. Все произошло на проспекте Константина Негруце в центре столицы. По словам сторожа, металлический забор не выдержал сильных порывов ветра. Вот тут вынтуш. Не выдержал и свалился забор. Был плохо закреплен или что-то случилось? Посмотрите, его вырвало вместе с гвоздями. Столбы были хорошо установлены, но такой сильный ветер и раскачивал столбы, пока они не упали. Металлическая конструкция обрушилась и на два припаркованных неподалеку автомобиля. На место прибыл экипаж полиции, правоохранители зафиксировали инцидент, все обстоятельства будут изучены. Как отметил наш собеседник, повреждения несущественные. Не сильно пострадали, немного повреждена краска, есть царапины, да, несущественные. Нужно поставить забор на место, придут работники и сделают. Охранник объекта нам также поведал, что на этом месте возводят несколько жилых домов. Но пока работы приостановлены, а сама площадка больше напоминает свалку строительных материалов. А вот жильцы близлежащих подъездов говорят, что проходят здесь с опаской. Ненормально, плохо закреплено было. А опасно, что думаешь? Ну, опасно, как вы думаете, попасть под такое, конечно. Мой ребенок каждый день здесь идет по дороге из школы. Не исключено, что и другие металлические листы могут обрушиться. Нужно как-то обезопасить, потому что потом будет слишком поздно. А как давно ведутся строительные работы? Год или два? Да, конечно, из-за ветра. Видимо, плохо было закреплено. И, видно, подрядчик плохо относится к своим обязанностям. Как думаете, опасно? Конечно, опасно. Я не знаю, не дай бог что-то случится. Я не представляю себе, кто за это будет отвечать. 13 апреля по всей стране действовал желтый код метеоопасности в связи с порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, к концу недели немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов со знаком «плюс». Однако уже на следующей неделе по всей стране ожидаются дожди, а в северных районах – заморозки. Продолжение следует...